На балконе выступал кавер-бэнд, шапки магистров взлетали у неба. У День незалежности Республики Беларусь выпускники Гомельского филиала Международного университета МИЦО 2020 отримали дипломы. Церемония пройшла ярко и нестандартно. Про то, как святковали закончение навучания учарашние студенты, наступный репортаж. По колюсе, краина отзнашала День незалежности на проспекте Кострышника. На пляцовце по вождь МИЦО ладили свое свято. 3 липеня амаль 200 выпускников МИЦО отримали дипломы первой и другой ступени. Прыкладная четвертая частка магистранты, навод по европейских мерках, гэта для годового выпуску вельми шмат. В установе адвукации кажуть, что все дякуючу вельми мостному педагогичному составу и глубокой практичной арендованности навучания. Коллектив, наш состав, преподавательско-профессорские сотрудники, настолько все скоординированы в своих действиях, настолько первая ступень любит нас, любит нашу территорию, любит наших преподавателей. И, как видите, они остаются здесь. И после вручения диплома первой ступени, они сейчас пойдут в аудиторию 1-3, где работает приемная комиссия второй ступени, и будут сдавать документы на вторую ступень. Я думаю, это заслуга всего коллектива. Сирот селетних выпускников и президентские стипендиянты. Гэта студенты, которые на протягу певного времени учились только на выдатные отзнаки. Поступала я сюда. У меня был выбор, у меня много баллов было. У меня было 347 баллов. И у меня вообще был выбор или БГУ, или здесь. Но как-то осталось здесь. И, знаете, вообще, наверное, ни разу не пожалела, что здесь осталось. Здесь и преподавательский состав, и вообще и база, и руководство, и администрация. И мне здесь нравится абсолютно все. То есть я до такой степени не жалею, что сейчас предложили остаться работать, и я останусь тут работать. Для широкого выпускников гэта уже не перша адукация. Многие магистранты, например, заявляются работниками правооховных органов, следчика комитета, прокуратуры, управления внутренних справ. Прохожу службу заместителем командира батальона милиции в центральном городе Гомеля отделе Департамента охраны Министерства Республики Беларусь. Расскажите, почему вы решили стать магистром? Ну, на сегодняшний день я вам скажу, что вторая ступень вшеобразование – это уже полная составляющая. Это, мне кажется, после обучения на первой ступени каждый должен задуматься, чтобы утвердить, закрепить, наверное, полностью высшее образование, чтобы она соответствовала. До речи, все лето магистранты у першыню сдавали кандидатский экзамен из Алики, как протягнуть навучание у аспирантуры. А еще тут уже другой год будут набирать студентов на специальность лингвистичное забеспечение межкультурных коммуникаций. Посягон, надзенную и завышную форму навучания все лето плануют принять около 200 человек. Летость после закончания университета одразу працевладкована свыше 90% выпускников. Марина Джалая, Павел Мехно, Валерия Гапанько, Телерадио компания Гомель.